Конкурс проходит впервые, однако от желающих, по словам организаторов, отбоя не было. В нем приняли участие представители всех образовательных учреждений Анапы. Все школы художественные, общеобразовательные и школы искусств откликнулись на участие в конкурсе. Всего на обозрение комиссии предоставлено было 78 работ. Это для первого раза очень много, но надеемся, что в следующем году их будет еще больше. Организаторами муниципального этапа выступили Управление образования городской администрации, Анапский центр занятости населения и центр творчества. В результате отбора работ была сформирована выставка финалистов. Рисунки самые разные. Анастасия Деревянко считает, что одна из сложных профессий – учитель химии. При работе с реактивами нужно соблюдать осторожность. Заинтересовал этот конкурс, предложили в школе поучаствовать. И, в принципе, химия меня интересует, поэтому я решила изобразить нашего учителя по химии за его работой. А вот Светлана Шугалей вместе со своим педагогом считает, что самые необходимые меры безопасности нужны в ремесле строителя. Работа у строителя очень опасная, и поэтому он может упасть, там веревка разорвется. Всего было представлено почти 80 работ. Из них финал после строгого отбора вышло немногим более 20. Ведь мы понимаем, что те мысли, те чувства, которые вкладывает ребенок в свой рисунок, ту эмоцию он потом должен провести через всю жизнь. А это основы безопасной жизнедеятельности. Его жизнь. Жизнь близких ему людей. И очень важно, что здесь вместе с детками присутствуют и родители. Победителями конкурса в разных возрастных категориях стали Дарья Колос, Вероника Грось, Елена Аксариди и Дарья Беркалиева. Победителям были вручены дипломы и ценные призы. Также почетные грамоты были вручены педагогам, которые помогли ребятам подготовить работы к конкурсу. Был какой-то интерес поучаствовать. Может быть, что-нибудь и выиграю, вот как сейчас выиграю. Радость, потому что никогда не выиграю ни в каких конкурсах. Первый раз участвую в таком вот серьезном проекте. Работы победителей муниципального этапа будут участвовать в краевом конкурсе. В случае победы победители и призеры краевого этапа конкурса будут награждены ценными подарками и грамотами Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Руслан Душевский. Анапа. Регион.